Решите уравнение. c в кубе плюс c в квадрате равно 2. Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. Начинаем решать классическим школьным способом. То есть переносим все в левую часть и пытаемся разложить эту левую часть на множители. Для того, чтобы разложить на множители, удобно эту левую часть как-то сгруппировать. Поэтому двойку представим в виде суммы двух единиц. И теперь можно будет переписать уравнение в виде c в кубе минус 1 плюс c в квадрате минус 1. Все это равно 0. Первую разность можно записать по формуле разности кубов. А вторую разность можно будет записать по формуле разности квадратов. Тогда по формуле разности кубов получаем разность этих чисел умножить на неполный квадрат суммы этих чисел. То есть умножить на c в квадрате плюс c плюс 1 в квадрате, то есть плюс единица. Плюс разность квадратов, которую мы можем заменить на c минус 1 умножить на c плюс 1. И все это должно быть равно 0. Теперь c минус 1 мы можем вынести за скобки. Тогда в скобках у нас останется c в квадрате плюс c плюс 1, да плюс еще от второго слагаемого c плюс 1. То есть окончательно получаем c минус 1 умножить на c в квадрате плюс 2c плюс 2. И вот теперь в зависимости от того, на каком множестве мы решаем это уравнение, у нас может быть два продолжения. Первое продолжение. Если мы решаем это уравнение на множестве действительных чисел, произведение двух многочленов равно 0, когда хотя бы один из них равен 0. То есть или c минус 1 равно 0, или c квадрат плюс 2c плюс 2 равно 0. Из первого уравнения получаем значение c равное 1. А при решении второго уравнения получаем отрицательный дискриминант. А это значит, что второе уравнение не будет иметь корней на множестве действительных чисел. Пишем знак пустого множества. Нет корней. Итак, на множестве действительных чисел наше первоначальное уравнение имеет единственный корень. c должно быть равно 1. Теперь попробуем решить это уравнение на множестве комплексных чисел. Начинаем точно так же. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. Из первого уравнения получаем 1 корень. c должно быть равно 1. А решение второго уравнения можно оформить по-разному. То есть можно найти корни с помощью дискриминанта. А можно и без дискриминанта. Но тогда для этого придется в левой части выделить полный квадрат. Число 2 представим как сумму двух единиц. Тогда получим c в квадрате плюс 2c плюс 1 плюс еще одна единица. И все это равно 0. Первые три слагаемых представляют полный квадрат. То есть в результате получаем c плюс 1 в квадрате. И все это равно... Вторую единицу переносим в правую часть со знаком минус. Минус единицы. Но тогда основание квадрата в левой части будет равно плюс-минус квадратному корню из правой части. Для решения квадратных уравнений на множестве комплексных чисел нужно знать всего лишь одно равенство. i квадрат равно минус единице. Число i называется мнимая единица. То есть исходя из определения мнимой единицы, правую часть можно будет записать как плюс-минус i. А это значит c плюс 1 будет равно плюс-минус i. Откуда c будет равно минус 1 плюс-минус i. То есть на множестве комплексных чисел, кроме одного действительного корня, мы еще получили два комплексно сопряженных корня. И вот теперь, как говорится по многочисленным просьбам зрителей, сделаем проверку. То есть проверим все три корня. Проверяем действительный корень. c равна единице. Подставляем его уравнение и получаем единица в кубе плюс единица в квадрате равно 2. 2 равно 2. Это верно. Проверяем первый комплексный корень. c должно быть равно минус единице плюс i. Давайте для удобства запишем его как i-1. Подставляем этот корень в наше уравнение. Получаем i-1 в кубе плюс i-1 в квадрате должно быть равно 2. Раскрываем куб разности и раскрываем квадрат разности. Тогда куб разности по готовой формуле будет равен кубу первого числа и в кубе минус утройное произведение квадрата первого на второе число, то есть на единицу. Можно ее не писать. Плюс утройное произведение первого на квадрат второго, то есть на единицу в квадрате и минус куб второго, то есть минус единица в кубе, плюс, раскрываем квадрат разности. Получаем квадрат первого минус удвоенное первого на второе, то есть минус 2i, плюс квадрат второго, плюс 1. И все это должно быть равно 2. i в кубе это все равно, что i в квадрате умножить на i в первой степени. А i в квадрате это минус единица, то есть первое слагаемое будет равно минус i. Во втором случае также i в квадрате заменяем на минус единицу. Минус 3 умножить на минус 1 получаем плюс 3. Плюс 3 пока перепишем. Минус единицу также переписываем. i в квадрате заменяем на минус 1. И еще у нас остается минус 2i плюс 1, должно быть равно 2. В левой части приводим подобные слагаемые. Получаем 2. То есть 2 должно быть равно 2. Это верно. То есть второй корень нам также подходит. Проверяем третий корень. c равно минус 1 минус i. Подставляем в уравнение. Получаем минус 1 минус i в кубе плюс минус 1 минус i в квадрате должно быть равно 2. В первой скобке удобно вынести минус единицу за скобки. Тогда при возведении в куб она дает нам минус 1. То есть получаем минус 1 плюс i в кубе плюс... Во второй скобке делаем то же самое. Минус 1 за скобку выносим, возводим ее в квадрат. Получаем плюс 1. То есть в результате в скобках у нас остается 1 плюс i. Раскрываем куб суммы и сразу умножаем все на минус единицу. Получаем минус 1 минус 3i минус 3i в квадрате и минус i в кубе. Плюс квадрат суммы. То есть плюс 1 плюс 2i и плюс i в квадрате. i в квадрат это минус единица, а i в кубе это минус i. Подставляем, приводим подобные слагаемые и получаем верное равенство. Пишем ответ. На множестве комплексных чисел уравнение имеет 3 корня. Один действительный, это единица. И два комплексных. Минус 1 плюс i и минус 1 минус i. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Продолжение следует.